Доброе утро! Сегодня мы с вами будем готовить замечательное кавказское блюдо с ацивием. Нам понадобится курица отварная, она у меня уже здесь представлена. Я взяла голень, бедро и крыло. Вы можете взять и целую курицу отварить. Единственное, есть два нюанса. Воды надо лить очень немного, бульон должен быть концентрированным. И второе, разрезать курочку надо в сыром виде. Если вы будете резать ее отварной, она вся у вас рассыпется. Итак, мы начинаем делать соус, потому что с ациви – это непосредственно соус, который так называется. Входит в его состав куриный бульон, грецкие орехи, специи, чеснок, мука и, конечно же, репчатый лук. Репчатого лука я взяла где-то 3 штучки, курицы у меня грамм 700 и бульона грамм 800. Прежде всего мы почистим лук. И порежем мелко. Лучок у нас готов, мы сейчас переложим его в форму. Сейчас мы выжмем чесночок через пресс, который нам понадобится для соуса. Он необходим. Вот я взяла 3 штучки. Кто-то любит много чеснока, можно еще одну добавить. Я люблю, когда всего в меру. Все, чесноком мы разобрались. Теперь порежем зелень. Немножко оставим для посыпки, для украшения готового блюда. Кинзу надо порезать миленько. Не обязательно листики, можно ножички тоже взять. Паркинзу мы складываем. Немножечко оставим для красоты листиков даже. И теперь нам надо пробить только грецкие орешки. Мы берем блендер. Бросаем туда пол чашечки орешков. На целую курицу обычно беру одну чашку. Вот и все. Все у нас подготовлено для соуса. Теперь мы потихонечку перемещаемся к плите. Зелень, орехи, мука, которая нам непосредственно нужна для соуса, чеснок. Уксус, одна столовая ложка. И специи. Специи я взяла красный перец и зира. Зира или кумин, он еще называется. Вы можете взять хмели-сунели. Теперь дожарим лук. Вот он уже практически спассировался. Добавляем мы одну столовую ложку муки. И продолжаем жарить. Соус у нас будет на основе муки и куриного бульона. Берем наш венчик. Начинаем подливать бульон. Бульон подливайте понемножечку. Вот таким вот образом. Состояние соуса должно быть густая сметана. Если у вас получилось много бульона, вы весь не лейте. Если мало, немножко разведете водой. Мы теперь всыпем красный перец. И зира. Зира как раз и красный перец создают этот вкус юга, вкус лета. И теперь таким образом соус у нас проводят минут 10 на сковороде. И теперь мы кладем орехи. Размешиваем орешки. Соус еще приобретет более густую консистенцию. Будет выглядеть вот так. Чесночок добавим. Викинги. И в самый последний момент уксус. Уксус я бы положила где-нибудь в неполную столовую ложку. Таким образом у нас соус проводит еще минутку. И мы его снимаем. Сациви. Готово. Нам теперь надо приложить его в форму. Красиво сациви смотрится не только в стекле, но и в фарфоре. Поэтому любая форма, которая у вас есть, или салатник, вы можете туда его положить. Но единственное, что он должен быть немножко глубоким. Теперь мы берем нашу курочку. И складываем в салатничек. И теперь мы будем вот так вот его раскладывать наверх. Вот так. Польем. Вот наше сациви готово. Теперь мы посыпаем свежей зеленью. Вкус лета. Чтобы освежить нашу картинку. Сразу пошел запах кинзы. Ну, а на этом сегодня все. Обязательно попробуйте сделать это блюдо. Оно на самом деле замечательное. А мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова